Всем привет и добро пожаловать на мой тип канал. Меня зовут Анета и сегодня у меня для вас Блиссимбокс. Немецкая версия. Обычно мы с вами открываем французскую, но с января открываем теперь немецкую. История такова, что Блиссим родом из Франции и есть у него несколько версий. Это французская, такая традиционная, родоначальница всех остальных версий, немецкая, а также испанская. Я раньше получала именно французскую версию, потому что мне она казалась более интересная, более с такими французскими действительно брендами. Но стоила она, к сожалению, в разы дороже или выходила мне в разы дороже, нежели та же самая немецкая версия. Так, сам по себе Блисс стоит 16,90. И если вы подписываетесь на Блиссим в своей стране, это Германия, либо в этом случае тогда еще Испания, тогда доставка у вас бесплатная. Но если вы все-таки подписываетесь на французскую версию и доставка у вас идет из Франции, тогда вы должны заплатить еще дополнительно 3, а то и 4 евро за доставку, в зависимости от того, скоростная она или нет. И плюс еще ко всему, так как я живу в Швейцарии, я вынуждена платить моему посреднику в Германии, чтобы иметь возможность вообще, в принципе, получать боксы. Так что бокс выходил мне более чем в 20 евро. И для Блиссим бокса, поверьте, это дороговато, потому что наполнение там мне ух какое по финансам. И плюс ко всему продукты в большинстве своем в миниатюрных форматах. Есть, конечно, какие-то полноразмерные форматы, но это не частые гости и не все. Поэтому, когда на Блиссим немецкой версии вышло просто спецпредложение, от которого я не смогла отказаться, за 12,90 годовой абонемент, то есть каждый месяц я буду платить 12,90, мне показалось это адекватным. Тем более за доставку мне платить теперь не приходится, но о посреднике мы, конечно, не забываем. Так что вот этот вот боксик обошелся в 12,90, ну плюс посредник, понятное дело. Тем не менее, я ему рада, мы будем с вами его сейчас открывать, смотреть, чем нас Блиссим бокс собирается удивить в феврале месяца. Ну и еще одно такое небольшое отступление. Если вам понравится этот боксик, а вы захотите его тоже приобрести, то ссылочка на бокс и моя реферальная ссылка, которая даст вам возможность немножечко сэкономить на ваш первый бокс, будет в инфобоксе. Обратите на это внимание. Итак, начинаем рассматривать. Здесь у нас с вами невероятно красивый дизайн, на мой взгляд, синий цвет, все в сердцах. И одно сердце у нас с вами в огне, пылает, надеюсь, какой-нибудь замечательной и небезответной любовью. Внутри у нас ничего нет, и мы видим карточку. Карточка с темой и с QR-кодом. К сожалению, QR-код в моем случае отправляет меня именно на французский веб-сайт, и там меня уже не пускают, потому что я не являюсь абонентом на французской коробочке. То есть у нас сердца в огне, сердца, горящие сердца. Можно перевести разными вариантами, но смысл один. Мы все с вами с пылающими, горящими сердцами. На оборотной стороне есть информация. Информация на двух сейчас языках. Это немецкий и испанский, так как этот боксик вполне возможно в том же составе. Отправляется и на Испанию. И здесь нам говорят о том, что будет обязательно находиться лип-глосс для того, чтобы наши губки выглядели максимально привлекательнее для поцелуев. И есть небольшой совет, как провести нам вечер. Вечер, видимо, 14 февраля. Это можно провести его романтично с мистером Дарси. Я думаю, что мы понимаем, на какой фильм идет намек. Либо, если у вас другие планы, или вы просто не фанат мистера Дарси, можно провести такой очень приятный вечер со своими подружками. Укутаться в приятный плед, такой нежный, такой, знаете, как игрушки. Такие мягкие игрушки, очень нежный-нежный. И насладиться фильмом и попкорном. Давайте посмотрим наше наполнение. Наполнение здесь сейчас выглядит вот таким вот образом. Здесь 5 продуктов, как всегда, традиционно. И, как я уже говорила, не всегда они в полноразмерном формате. Но сейчас я вижу, в принципе, здесь очень даже неплохой состав. Как всегда, Блиссим нам дает возможность что-то выбрать. Это такой бокс, который можно персонализировать хотя бы немного, но, к сожалению, тоже не всегда. В январе, насколько я помню, никакой возможности нам не давали. А вот в феврале очень даже. И была марка Respire. Три варианта. Два из них это средства для умывания в твердой форме. По-моему, то ли гель для душа, то ли шампунь в твердой форме. И один вариант в нормальной форме. Я, разумеется, выбрала для себя тот, что в нормальной упаковке, просто потому что я не люблю такие твердые форматы. Для меня это мыло. Как его ни назови, это мыло. И я могу его использовать только исключительно для мытья кистей. Мне все остальное нравится в жидком формате. Давайте начнем с этого продукта. Цены, к сожалению, подсказать я вам не смогу, потому что они не указаны на сайте. Поэтому мы с вами просто посмотрим и решим. Достойный был бокс, в принципе, ожидания наши удовлетворил на февраль месяц или нет. Respire это французский бренд. Сделан он во Франции. 90% здесь натуральных ингредиентов. И это гель-крем. Крем в гелевой консистенции 50 мл. Ну, очень даже интересно попробовать, потому что действительно я большой фанат ухода за кожей. И гелевая консистенция для меня приятная. Консистенция, она, как правило, быстро впитывается, хорошо распределяется и подходит для более теплых денечков. У нас сейчас вроде как февраль, но на самом деле по виду, по природе, ох, весна-весна. Так, что у нас здесь есть? Насколько я так вижу, у нас здесь масло, увлажнение с агиалуроном и идет еще миндаль. Ну, хорошо, давайте посмотрим. Наверняка будет закрыто, но мы с вами, а не это открыто. Сейчас тогда и протестируем, сразу с вами посмотрим, что тут за консистенция, что тут за крем, если аромат, нам все с вами это интересно. Аромат есть, то есть есть какая-то душка, но она вот просто минимальная, очень нежная, приятная. Консистенция хорошая, быстро-быстро распределяется, действительно такая гелевая, воздушная и легкая. Да, есть, аромат очень нежный и довольно-таки приятный, совершенно не обременительный. Будет впитываться прекрасно, но и мои ручки сейчас, конечно же, довольно-таки сухи. Следующий продукт, который я здесь вишу, это Wild Science и Smooth Move. Smooth Move. Что же это такое? Это кондиционер, кондиционер с пептидным комплексом и маршмеллоум экстрактом, 40 миллилитров. Так, кто знает, что это за экстракт маршмеллоу? Я не думаю, что маршмеллоу это какое-то дерево или кустарник, скорее всего, это то, что мы добавляем в кофе, добавляем в какао или жарим на костре, это и есть маршмеллоу. Интересно, очень необычный продукт, я такого еще не встречала. Буду, конечно, с удовольствием пользоваться, использовать. Хочу посмотреть, что у нас здесь написано. Сделан в UK. Ага, ну то есть у нас не французское тут минимум производство. Может быть, марка и французская, но производства нет. Так, открыто. Давайте тоже чуть-чуть буквально протестируем этот кондиционер. Пахнет ли вообще, в принципе, маршмеллоу. Но сама упаковка, она такая приятная. Здесь хороший нежный пластик и цветовая гамма. Ах, люблю я такое. Так, маршмеллоу вроде не пахнет. Нет, не пахнет маршмеллоу. Знаете, чем пахнет? Почему-то балетом, каким-то детским кремом. Вот что-то вот такое. Есть аромат. Отдушка более интенсивная. Ну, это у нас для волос кондиционер. Да. Ну, такая отдушечка интенсивненькая. Аромат нормальный, но он пахнет почему-то для меня детским кремом. Что-то здесь написано, да. Ах, так, давайте почитаем. После того, как вы нанесли шампунь, нужно нанести на влажные волосы. Ну, то есть волосы отжатые или подсушенные полотенцем. В идеале оставить на 2 минуты, а потом смыть. Для лучшего результата используйте, ну, понятно, шампунь их марки. Тогда результат будет, ну, самый-самый видимый. Ага. Следующий продукт у нас тоже такой уходовый. Но это продукт для меня совершенно необычный. Я его еще нигде не встречала. Пожалуй, самостоятельно я бы, наверное, не обратила на него внимания, потому что это Egyptian Magic. То есть магия Египта. Но если бы я отдыхала в Египте, то наверняка. Но вот так вот где-то в магазине, проходя, скорее всего, я бы прошла мимо и даже не посмотрела. Что это такое? Это все в одном. Ну, просто и для губ, и для лица, и для тела. Увлажняет, восстанавливает. С медом, с оливковым маслом. Здесь 7,5 мл. И я читала описание, что вы можете использовать и как кондиционер, как средство для снятия макияжа, как для кутикулы, для рук. Просто для всего. Вот знаете, если у вас под рукой нет какого-то средства, вы такие, а, вот же, это магия Египта. У меня здесь есть. Сейчас я использую. Все подойдет. Так, давайте я потихонечку постараюсь открыть и не сломать эту упаковку. Скорее всего, продукт останется у меня, но не в моем личном использовании. У меня очень любит муж разные такие, супер-мега-натуральные продукты. А здесь прям 100% натуральные ингредиенты. Попробую предложить ему. Я надеюсь, что он заинтересуется, потому что здесь производство именно из пчеловодства. То есть, все, что пчелки делают, это и мед, это и прополис, это желе-рояль. Это все то, что муж искренне любит и уважает. Хорошо. Да, здесь 100% просто натуральные ингредиенты. Да, вот написано как раз-таки желе-рояль. Полен. Все здесь есть. Давайте откроем, посмотрим. Можно на него посмотреть. Запаха никакого нет. Вообще, совершенно просто такой плотненький, очень плотненький по консистенции. Наверное, крем или что это такое? О, он превращается как будто в маслица. Интересно. Да, неплохая вещичка. Я думаю, что мужу однозначно понравится. Он такое дело любит. Следующий продукт у нас осталось с вами два. И эти продукты из декоративной косметики. Самое мое любимое, поэтому оставляю, конечно, нам с вами на десерт. Покажу вам нечто новенькое, чего еще не было. Они добавили QR-код вот сюда, на внутреннюю часть этой коробочки. Тоже как-то даже необычно, потому что здесь написано, что отсканируй QR-код для того, чтобы получить больше информации о твоих продуктах. Но у нас уже был QR-код, который был на вот этом маленьком листочке. Интересно. Хорошо. Следующий продукт от София Мабель. Small and Meaty. Extreme Volume Mascara. А полноразмерка ли нет? Здесь 7 грамм. Ну, скорее всего, это полноразмерка, что, конечно, приятно, потому что у нас с вами тушь. Тушь. Я всегда рада видеть бьюти-боксы. Просто потому что туши я стараюсь менять регулярно, где-то раз в месяц. Тушь подсыхает, мы постоянно какие-то контакты, возможно, с пылью, с грязью, так как это близко очень глазам. Поэтому я стараюсь быть поаккуратнее. У меня уже один раз была аллергия, аллергическая реакция. Я совершенно не поняла на что, но повторять я этого не хочу. Поэтому стараюсь менять туши. Ну и плюс ко всего, у меня их слишком много сейчас в использовании. Точнее, не точно в использовании, в использовании сейчас только две. А вот в моем бейкапе, то есть в там, где я храню свои запасы, там у меня их очень-очень много. И я читала еще информацию, что эта марка была создана матерью и дочкой. И они решили создать именно бренд, который подойдет, ну скажем так, под любую возрастную категорию, что каждая юная девушка, девушка молодая, женщина найдет для себя что-то от этого бренда. Тушь выглядит симпатично, такая нежно-розненькая. И я добавлю вам кисточку, если я найду, потому что открывать сейчас, конечно, я не буду. Ну и заключительный продукт от марки Floss. От Floss мы не так давно с вами в бьюти-боксе Glossy Box находили тени. Да, четверочку такую. Но я вот не знакома с этой маркой, настолько близко, чтобы знать их ассортимент. Здесь у нас Lip Gloss 15 грамм. А цвет какой? Не понимаю, что это за цвет такой. Ну давайте посмотрим. Может быть будет розовый, судя по упаковке. Ну да, похоже на то. Вот такой вот цвет. Упаковка пластиковая обычная. Ну, интересно. Откроем, разумеется. Попробуем. О, здесь есть даже спонжик. Вы смотрите. Сейчас я нанесу вот сюда. Мы здесь кожу хорошо уже увлажнили. И будет прекрасно видно, что это у нас за цвет. На мой взгляд, очень даже симпатичный. Мне сейчас бы прекрасно подошел. Выглядит отлично. На лето самое то. Сейчас мне больше нравятся какие-то плотные консистенции. Поэтому, наверное, Lip Gloss я оставлю, скорее всего, на более теплую весну. А может быть даже на лето. Но цвет мне нравится. Пока что все здесь замечательно. Давайте быстренько пробежимся по продуктам, которые мы здесь получили. И посмотрим с вами. Вообще хороший бокс у нас вышел или не очень. С этими просто горящими сердцами. Первое, что я здесь нашла, это средство для лица от марки Respire. Также у нас был с вами кондиционер для волос малышка, но зато с маршмеллоу. Также Lip Gloss. Это наша декоративная косметика. И тушь. Просто замечательно, что есть такой минимальный, но максимально нужный набор. И последний, наверняка тоже мега полезный продукт. Это крем просто для всего. Вот такой вот февральский бьюти-бокс от Blissim. Что вы думаете? Ну, на мой взгляд, очень даже симпатично. Мне понравилось. Мне понравилось, что здесь есть целых две декоративные косметики. Здесь есть уход за лицом, уход за волосами, уход, можно сказать, за телом. Просто за всем. Так что, ну, на мой взгляд, они покрыли, в принципе, все наши с вами нужды. Соответствует ли этот бьюти-бокс именно какой-то романтической струнке февраля месяца? Это сложно сказать. Но я лично абсолютно довольна. То есть, февральская коробочка мне понравилась именно вот таким вот разнообразным, полноценным наполнением. Ваше мнение, конечно же, мне будет тоже очень интересно узнать. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я всегда с удовольствием с вами общаюсь. Ну, а пока буду прощаться, прощаться, как всегда, по традиции, только до следующего видео. Пожалуйста, не пропускайте. Желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, чтобы ваш февраль месяц был наполнен нежностью, любовью и заботой. Ну, а мы увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok